Ребята, всем доброго времени суток. Саныч на связи. Сегодня у нас будет, не побоюсь этого слова сказать, абсурдная просто история. Ребята, даже с моим трехлетним опытом уже работы с мужчинами, с консультациями, со всей этой моносферой, и то бывают моменты, когда я очень сильно удивляюсь, насколько бывают изощренными женские пытки. Ну, конечно, это все в метафорическом смысле. Пытки запрещены, это плохо и так далее. Именно в моральном смысле. Расскажу небольшую историю от нашего подписчика. Ребята, попрошу корректно выражаться в комментариях, никого не оскорблять, потому что мы люди культурные, будем внести себя тоже культурно. Итак, ребята, город Москва, была семья у человека, у мужчины, у нашего подписчика. Он сразу дал мне понять, говорит, что я не слишком волевой человек, допустим, у меня есть мужские качества, они прокачаны, но все-таки некоторую слабость перед женским полом я испытывал. Да, вот я одно время там и под каблучником был, но вот такие вот дела были проблемы. Как это водится? Он встречает женщину, он в нее влюбляется просто по уши. Она вроде бы как тоже сначала отвечала ему взаимностью. Все было хорошо, все было прекрасно. Но через какое-то время, через пару лет, ну, как у женщин водится, ей захотелось эмоции. Она перестала чувствовать в нем мужчину. Она и до этого, к слову сказать, не чувствовала. Просто у нее были деньги. Ну, человек занимается бизнесом, у него очень хороший достаток. Вот, она была, в принципе, в обеспечении ничем не обделена. Были деньги, было потребление, было абсолютно все. Машину он ей купил, короче. Ну, в общем, в общем, все было прекрасно, да. Но женщины, женщины, ребята, да, не хватило эмоций. Заходилось какого-то куража, антуража и так далее, да. Она сначала пошла на сторону. Ну, как он говорит, я свечку не держал, не знаю, говорит, но я сильно подозреваю. Ну, ладно, этот момент мы опустим. Это именно на начальном этапе как было. Потом все-таки это выяснилось, но сейчас до этого мы всего дойдем. Вот, свечку не держал, не знаю. Она начала его, ну, как бы, так сказать, культурно чморить. Просто как бы, да, вот, а что ты такой расхлябанный, а почему ты такой какой-то несобранный, что ты что, не мужик, что ли, что ты такой какой-то слабый, знаете. Ну, вот, вселенский намекать на все вот эти вот его там слабости, допустим. Ну, во-первых, как бы человек работает, у человека бизнес, он может быть устал, может быть, какое-то моральное потрясение, там, может быть, что-то не ладится в бизнесе и так далее. Может быть, просто его все-таки задолбало. Она вот все время пыталась подлить масло в огонь, вот, чтобы как бы сделать ему больнее, еще больше усугубить его от этого состояния, да. Ну, опять-таки, в силу того, что, как я сказал ранее, что он, говорит, все-таки гнулся под женщину, сейчас у него немножко ситуация выровнялась. Мы с ним поработали немножко на консультацию, как бы, прокачали, так скажем, личность. Но, тем не менее, говорит, тогда я вроде бы, говорит, как ей отвечал, ну, значительно мягче, чем она мне говорила, допустим. Ну, вот, как-то пытался отшучиваться, там, да, вот, там, сказать, типа, ой, отстань, не хочу с тобой разговаривать, там, дай я побуду один, как бы. Ну, в общем, она его чморила, а он особо, как бы, вот, и не отвечал таким ничем, да, там, жестко, там, ну, как бы, мужчина, там, по кулакам посту удал, типа, слышишь, а ну, выйди отсюда вообще, там, нафиг, да, и рот свой не раскрывай, как бы, вот так он сделать не мог. Ну, не мог и не мог. Не буду слишком затягивать эту историю, смысл в чем? Ну, вот это вот такая вот катавасия продолжалась довольно-таки, там, продолжительное время, там, несколько лет, да, дошло до чего, дошло до чего? Что ей настолько стало скучно, что она сначала ему сказала, если ты не станешь, как бы, ну, то есть, более мужественным, что ли, я не знаю, я найду мужчину, прямо, ну, живя с тобой, я найду другого себе мужчину. Говорит, я, если честно, как бы подумал, что, ну, ну, можно там попугать, я не знаю, там, может быть, шутит, как бы. Ну, хотя, какие шутки, в принципе, да, ну, в общем, ни разу не воспринял ее серьезно, ни разу не воспринял. Она прямо сказала, что если ты не станешь, там, более мужественным, таким, вот, там, настоящим мужчиной, типа, да, вот, вот, она, в общем, хотела чувствовать силу мужскую. Вот, я найду мужчину, прямо, будучи с тобой в браке, да, как-то этой теме они отстранились, да, опять-таки, не буду затягивать. Он однажды приезжает домой, заходит в квартиру, а она спит, ну, спит, извиняюсь, да, в кровати, в спальне с каким-то мужчиной. Сердце, говорит, давление, плохо стало, как бы, ну, человек, ну, такой вот, он слабохарактерный, да, вот, ну, слабость, слабая он такой вот, слабая личность, не была прокаченной. Стало плохо, сразу ушел, она, она заметила, что он зашел, как бы, ну, я, как потом выяснилось, она это все построила специально, чтобы сделать ему больно. Я не знаю, зачем они это делают, но, тем не менее, сразу ушел у них, сел в машину, говорит, поехал к матери, говорит, мне стало плохо, там, вызвали скорую укол, там, что-то, короче, ну, в общем, плохо человеку было. Через несколько дней она же ему написала, там, позвонить, типа, что ты где, ну, как тебе понравилось все виденное, там, и так далее, да, представляете, это, насколько у нее оторвало голову, что она такое вытворила. Я же говорю, ребята, сколько я уже выслушал этих историй на консультациях, но такого, если честно, я не слышал. Она специально подстроила вот эту вот штуку, она знала, к этому приходят с работы, конечно же, там, да, вот, она специально это все сделала, чтобы ему сделать настолько больно, ну, вот, уничтожить его вообще морально, то есть, добить его абсолютно морально, да, вот, она это сделала. Конечно же, развелись, ну, сейчас уже там, по прошествии нескольких лет эта история не развелись уже, вот, человек попал ко мне на консультацию, все нормально, уже общается с женщинами нормально, все хорошо, вот, прекрасно, вот, не заморачивается и не влюбляется, ребята. Это, кстати, кому интересно, напишите мне в личку, у меня есть курс, который называется «Как правильно взаимодействовать с женщинами без потерь», он в видеоформате. Вот, там абсолютно есть вся информация, как прокачать себя в том плане, как к ним относятся, там много философической части, как относиться с женщинами, как с ними знакомиться, там, укладывать в постель, вычитать манипуляции, там, и так далее. Там, какие мужчины нравятся женщинам, какие не нравятся, там, очень много этой информации, вот, можно сказать, из всех постулатов МД, она сбита. Вот, если что, пишите в личку, ребята. Сейчас уже мы с ним поработали, все нормально, так скажем, он выдохнул в этом плане, да, вот, но все-таки вот эту историю он захотел даже поделиться. Поэтому, ребят, ну, давайте без оскорблений, давайте, там, без радикальных выражений, как бы, ну, все мы люди допускаем ошибки. Вот, поэтому, там, пишите свои комментарии, может быть, знаете подобные истории, как бы, как они разрешались, как они заканчивались. То есть, ну, в этом случае, как бы, все нормально, благополучно окончилось, потому что он с того момента, он сказал, что женитьба, все, этого больше в моей жизни не будет. Вот, сейчас он работает в том направлении, чтобы не влюбляться в женщину, и, в принципе, у него все получается нормально. Вот, опять-таки, под моим неусыпным контролем, но, тем не менее, как бы, да, вот, я верю то, что человек, вот, вполне себе самостательное решение уже принимает, вот, и нормально у него все с женщинами получается. Общается, взаимодействует с ними, все хорошо, все получается, все классно, да, и вот эту вот, так называемую женщину, он вспоминает просто, как страшный сон. Какая мораль этой истории, ребята, это то, что самое первое правило мужчины, не верить на 100%, ну, вот, нельзя этого делать. Это не в обиду женщины, там, не в оскорблении, нет, ну, нельзя. Вы посмотрите, на какие они поступки способны. Вот, если честно, я вот никогда не слышал, чтобы мужчина такое что-нибудь вытворил, чтобы она увидела специально, что он ей изменяет, прям, вот, воочию. Слушайте, так не уровень часа можно человека до инфаркта, до инсульта довести, как бы, он может просто умереть. Это ж нужно было додуматься до этого всего сделать, боже мой. Самое интересное, у него все было в материальном плане, обеспечение было просто прекрасное. Додумалось вытворить такой вот, просто, дичь, я не знаю по-другому, как это назвать. Ребята, помните про первое правило, высказывайте свое мнение в комментариях, ребята. Добра вам, здоровья и, самое главное, здравомыслия. Всем пока и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok